Занятие для командиров подразделений в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, давно закрепившаяся практика. Задача в первую очередь обучить офицеров работе с личным составом. Показать, как можно научить солдата не только соблюдению устава, но и выполнению функций специального назначения. Цель показного занятия стоит в том, чтобы показать, как использовать любую учебно-материальную базу. Это полосы, препятствия, это какой-то участок местности. Как можно на нем организовать, соответственно, занятия. Работа только в полевых условиях. Задания максимально сложные и реальные. Это один из основных тезисов открытого занятия для командиров. Офицеры должны осознавать, что их главная задача подготовить обычного рядового к любым внештатным ситуациям. В первую очередь психологически, чтобы в нужный момент солдат не растерялся. Такие навыки будут полезны как солдату несущему службу, так и тем, кто находится в запасе. Военнослужащий, который у нас конечным результатом является, который после срочной военной службы, это уже, конечно же, сформированная, волевая, целеустремленная личность. И те знания, навыки, которые они получают, они однозначно, я уверен, в жизни пригодятся. В любых сложных ситуациях, семейных, бытовых, любых абсолютно, они однозначно принесут пользу человеку, пользу нашему военнослужащему. Отдельным блоком идет правовая подготовка. В рамках занятий перед офицерами выступили специалисты Комитета природных ресурсов, которые напомнили о законодательных особенностях своей деятельности. Мы должны соблюдать, так сказать, правоохранное законодательство Республики Беларусь, которое действует в том числе и на военную вашу территорию, на вашу специфическую начальничную, и оно одинаковое, как на гражданской, так и на эль. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».